Пик пришелся на конец января, и тогда началась всеобщая паника, и начали закрывать всех и вся. И тогда люди очень сильно испугались, и до сих пор китайцы очень сильно напуганы. Китайцы сразу остановились, они сразу перестали куда-то ходить, то есть у них был полнейший локдаун. У них же есть опыт атипичной пневмонии, они очень хорошо помнили, как это бывает. Поэтому как только им сказали сидеть дома, никто не выходил на улицу, ну за редким-редким исключением. Хотя даже, насколько я помню, больших штрафов там никому, никаких больших угроз никаких не было. Люди просто сразу поняли, что не нужно никуда ходить. И до сих пор многие опасаются, они гуляют, бегают, но по одному, даже в ресторане они сидят далеко друг от друга. И в этом главное отличие, то что они дисциплинированные. То есть они, вот у меня есть приятель, который 63 дня просидел дома. Он ни разу не вышел на улицу за 63 дня. Представляете? Что он там делал? У них очень хорошо развита доставка. Что ты хочешь, то тебе и доставят. У них до сих пор не разрешены массовые какие-то мероприятия. До сих пор закрыты высшие учебные заведения. То есть все еще не затихло до конца. Хотя теперь говорят, что в ноябре был пик. И действительно мы с коллегой, мы там вместе работаем, мы заметили, что очень много болело. И мы сами в ноябре очень сильно болели. Чем мы болели, теперь никто не узнает. Ничего не говорят? Не обещают, когда приедут? Ничего? Нет. Ну, китайцы, во-первых, вообще такой народ. Они о будущем практически никогда не говорят, не загадывают. Ну и здесь они понимают, что ситуация может развиваться по-разному.